В Казахстане ситуация с коронавирусом стабилизируется. Предпринимаемые в государстве меры дают свой результат. Уменьшилось количество вызовов скорой помощи и занятости коек. Вместе с тем число выздоровевших растет. И сегодня мы поговорим о том, как обстоят дела в нашей Алма-Атинской области. Здравствуйте. В прямом эфире телеканала ЖТСУ программа «Сегодня». И у нас в гостях руководитель отдела оказания первичной медико-санитарной помощи и общественного здоровья управления здравоохранения Алма-Атинской области Жунусова Гульнара Рахимбековна. Здравствуйте, Гульнара Рахимбековна. Добрый вечер. И прежде чем мы начнем, хотелось бы напомнить уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Сейчас на ваших экранах вы видите номера телефонов, по которым можно с нами связаться, звоните, пишите, мы обязательно вам ответим. Задавайте свои вопросы. Голосовые сообщения не принимаются. А наш первый вопрос напрямую связан касается здоровья жителей Алма-Атинской области. Мы знаем, что за этот месяц по Казахстану количество зарегистрированных в случаях заражения коронавирусом уменьшилось почти на 30%. Вот скажите, пожалуйста, как в нашей Алма-Атинской области обстоят дела? По Алма-Атинской области также такая же ситуация. Мы наблюдаем в течение недели уже снижение заболеваемости. Это видно по количеству больных, которые были госпитализированы в инфекционные стационары, в стационары провизорного профиля. И также значительное снижение количества вызовов на скорой помощи. Если, например, в самый пик, это было 9, 10, 11 июля, количество вызовов по области достигало тысячи, то на сегодняшний день уже не превышает, уже в течение двух дней это радует, не превышает количество вызовов 400-450 человек. Также количество госпитализированных уже три дня. У нас количество госпитализированных меньше, чем количество выписанных больных. Это говорит о положительной тенденции, что идет улучшение эпидемиологической ситуации и выздоровевших больше, чем заболевших. На сегодняшний день в Алма-Атинской области зарегистрировано 4256 заболевших коронавирусной инфекцией. И на лечении сейчас находится в инфекционном стационаре 249 человек, и 546 человек находятся дома на лечении как бессимптомная форма под наблюдением врачей поликлиники. Мы знаем, что по Казахстану были дополнительно созданы бригады скорой помощи. Была ли такая необходимость в Алма-Атинской области? И сейчас как? Количество бригад, которые у нас имеются, сейчас, как вы знаете, скорая помощь оказывает медицинскую помощь по категории. Это первая, вторая, третья категории. Это вызыва, которые по жизненным показаниям, экстренные так называемые вызыва. И четвертая категория – это категории, которые обслуживаются поликлиникой. Ну, те состояния, которые не угрожаемой жизни. И во время увеличения количества вызывов были задействованы все бригады, и четвертой категории тоже. Также дополнительно при поликлиниках были созданы мобильные бригады для обслуживания на дому, чтобы уменьшить количество вызывов на ту категорию граждан, которым необходима экстренная была помощь. Естественно, мы увеличили количество бригад. На сегодняшний день мы еще планируем, сейчас за счет средств местного бюджета нам закупаются автотранспорт, который весь будет направлен на то, чтобы увеличить количество бригад как на скорой неотложной помощи, так и на уровне ПМСП, то есть поликлиник. Вот мы ждем уже через лизинг 100 автомобилей. Сейчас у нас через Министерство здравоохранения, через спонсорскую помощь еще 16 автомобилей нам дают, поэтому они все будут направлены на расширение количества бригад. Недавно в Алматинской области был создан ситуационный консультативный центр по борьбе с COVID-19. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем занимается этот центр? Ну, ситуационный центр, он был создан, это была необходимость, потому что у нас в связи с ростом количества больных, ростом количества коек, коечного фонда, получилось так, что и врачи, к сожалению, заболели, они вышли из строя, и вызван был дефицит врачей. И для консультации тяжелобольных пациентов, которые находятся в отделении реанимации, палаты интенсивной терапии, были созданы эти два ситуационных центра, один на уровне областных учреждений, и второй на уровне районных. Этот ситуационный центр, туда привлечены ведущие специалисты, в основном это реаниматологи, пульмонологи, которые ежедневно в 3 часа дня выходят на связь, онлайн-связь, где проводится консультация всех больных, которые находятся в реанимации. Этот ситуационный центр разбирает каждого больного, если необходимо, выносится коррекция в лечении, если необходимо, решается вопрос перевода в более высокий уровень госпитализации. Также, как вы знаете, в Алматинскую область прибыло 5 специалистов из Российской Федерации, из города Москвы. В Москве уже идет спад, и они хотели поделиться опытом, оказать нам консультативную помощь, методическую помощь. Мы их также привлекли к работе этого центра. Они также участвуют в этих онлайн-консультациях, рекомендации свои оставляют. В этом консультировать могут не только... Сейчас связь имеет большое значение, и практически она доступна везде, поэтому к этой консультации привлекаются не только наши специалисты, которые работают в области, также мы привлекаем и специалистов, которые работают постоянно в Алмате. Поэтому этот консультативный центр, благодаря действительно работе этого консультативного центра, у нас улучшили состояние практически 25% пациентов, которые находились в реанимационном отделении. Это при том, что центр начал достаточно недавно... Да, буквально недавно, работает он где-то дней 10, наверное, но результат все-таки есть, да, конечно. Вы сказали, что к нам приехали врачи, специалисты с Москвы, с России. Планируется ли еще приезд каких-то специалистов в помощь нашим? Ну, на сегодняшний день они до сих пор у нас. Они работают вместе, бок о бок с нашими врачами. Они не просто консультируют онлайн, они заходят в провизорные стационары, в инфекционные стационары, в реанимационные отделения. Они воочию смотрят для пациентов, оказывают консультативную помощь. Они также проехали в наши районы. Они были в Алаковском районе, в Сарканском, в Аксуйском практически. Во всех районах они провели консультации пациентов. И они еще будут находиться некоторое время у нас. Сейчас привлечение еще специалистов будет рассматриваться. Конечно, опыт любой страны, которая уже идет к победе коронавирусной инфекции, нам полезно. И мы можем его, необходимо его использовать для того, чтобы лечить наших пациентов. Вот вы затронули тему провизорных центров. Они сейчас закрываются по стране. У нас в Алматинской области тоже закрываются. В связи с ростом, как вы знаете, был рост. Мы увеличили количество провизорных коек до 3560. На сегодняшний день у нас развернуло 3560 таких коек. Они имеются во всех районах. Задействованы не только медицинские, не медицинские учреждения, как военный госпиталь, военный лазарет. На сегодняшний день, в связи с тем, что уже снижается количество пациентов, если в июле месяце, в первых числах июля, в первой декаде июля процент загруженности койки составлял больше 90%, иногда доходило. На сегодняшний день этот процент уже доведен до 50-55%. И уже рассматривается вопрос. Мы создаем план перехода на возобновление плановой госпитализации и сокращению количества коек провизорного профиля. Вот по переходу на плановую, оказание плановой медицинской помощи. Расскажите поподробнее, каким образом будет осуществляться этот переход? Кто может в первую очередь рассчитывать на эту плановую помощь? Ну, как вы знаете, практически все центральные районные больницы и больницы областного уровня, многие из них были перепрофилированы в провизорный стационар для того, чтобы оказывать помощь пациентам. Но мы оставили такие центры, как кардиоцентр, онкологические диспансеры, они не были задействованы, чтобы оставить помощь в плановом порядке, чтобы они могли оказывать, потому что это патология сердца, онкология, мы не могли их оставить без плановой помощи. И были перепрофилированы многопрофильные стационары, такие как Алматинская многопрофильная больница, которая в городе Алмате находится, Палдукурганская городская многопрофильная больница. Там также были развернуты провизорные стационары. И для возобновления плановой помощи в первую очередь мы будем разгружать эти стационары. Те пациенты, которые сейчас находятся там на лечении, они будут выписываться, и за счет сокращения загруженности койки провизорного стационара многопрофильных клиник мы будем расширять, возобновлять такие профили, как эндокринология. Сейчас вот уже с понедельника будет открыто уже гематологическое отделение при Талдукурганской многопрофильной клинической больнице. Затем эндокринология начнет работать на всю свою мощность, которая возможна. И поэтапно, конечно, по мере сокращения пациентов в провизорных стационарах в несколько, в три этапа будет проводиться возобновление плановой госпитализации. Ну, естественно, плановая госпитализация в первую очередь это коснется эндокринологических больных, больных с сахарным диабетом, как вы знаете, да, офтальмология, также травма, реабилитация в первую очередь тоже будет возобновляться. Но это все будет поэтапно. Вот наши телезрители волнуют вопрос, что если есть какие-то хронические заболевания, человек тоже хотел провести какую-то операцию, когда это станет возможно? Может быть, в частных клиниках? Сейчас тоже запущено? Да, частные клиники, да, были закрыты. В связи с, ну, на основании постановления была закрыта плановая госпитализация. Сейчас также в зависимости от эпидемиологической ситуации, учитывая то, что количество пациентов в провизорном отделении, инфекционном отделении уменьшается, естественно, все частные центры также будут возобновлять поэтапно свою плановую госпитализацию. Ну, как известно, это Хак, Нур-Авиценум. Они начнут, возобновляют уже с 3-5 августа. Мы начнем уже, откроем плановую госпитализацию. Планируем открыть плановую госпитализацию. Спасибо большое. Я хочу напомнить уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы видите телефоны на своих экранах. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. А мы продолжаем. И вот хотелось бы сказать, что острой проблемой для всей казахстанской медицины является дефицит концентраторов. В нашей Аматинской области в этом вопросе большую помощь оказали волонтеры. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, конечно. В социальных сетях, на телевидении буквально начало месяца, июля, был такой ажиотаж, что люди задыхаются, не хватает концентраторов. И благодаря действительно таким людям проявили гражданскую позицию. Много мы получили концентраторов за счет личных средств, которые закупили на свои деньги. Такие, как ШУГЛА, например, не правительственная организация ШУГЛА. BI Group сейчас нам поставляют 50 концентраторов. Они уже созвонились, должны на следующей неделе поставить. И до этого, конечно, очень много оказано было содействия. И за счет средств местного бюджета было закуплено. И на сегодняшний день практически, не практически, во всех медицинских организациях имеются концентраторы в достаточном количестве. И мы еще ожидаем, уже идет подготовка ко второй волне, так называемой, которую мы ожидаем в сентябре, октябре, ноябре. И сейчас идет подготовка к этому. Сейчас у нас имеется более 500 концентраторов. В каждой организации определенное количество, конечно, зависит от количества пациентов. И также концентраторы – это доступ к кислороду. Поэтому сейчас уже решается вопрос о том, чтобы при каждой крупной больнице была кислородная станция, чтобы мы бесперебойно могли подавать кислород к постели больного. То есть, в принципе, сейчас в этом вопросе помощи волонтеров уже нет необходимости. Да, люди оказывают помощь, она никогда не бывает. Безполезно, она всегда полезна. Да, конечно. А такое понятие, как автоволонтеры, у нас существует в Алматинской области. Как вы к этому относитесь? Это когда неравнодушные люди помогают подвозить медиков, тоже по вызовам развозить? Те медики, которые работают в красной зоне, так называемой красной зоне, которая контактирует непосредственно с больными вирусоносителями. И ковидоподобная пневмония, это госпитализированное провизорное и инфекционное отделение, они обеспечены жильем, они даже домой не ходят, они специальным автотранспортом довозятся до гостиницы, с гостиницы они там отдыхают. Эта же группа потом приходит на место работы. Поэтому в течение двух недель ограничивается их посещение дома, чтобы уменьшить риск заражения родственников. Ну, автоволонтеры, в принципе, я в Талдыкургане не видела такого, не встречала. Но, например, я знаю, что во многих странах мира есть таксисты, которые довозят врачей, если у него есть какой-то знак, отличительный знак, и они довозят его бесплатно. Почему бы нет? Это очень хорошая идея, можно было бы ее поддержать. Вот из-за вспышки пневмонии и определенной паники, ажиотажа народа, населения, у нас в аптеках ощущалась нехватка лекарственных средств, даже элементарных жаропонижающих препаратов. Как у нас сейчас обстоят дела, особенно в медицинских учреждениях, хватает ли препаратов, средств, стационарах? Да, такое было, что в аптеке нельзя было купить даже элементарно парацетамол. На сегодняшний день, вы знаете, что есть мониторинговые группы, которые проводят мониторинг аптек, проверяют наличие, цену, за которую продают этот препарат, чтобы она не превышала определенную цену, которую установил Министерство здравоохранения. Государство определило определенные цены, превыше этой цены нельзя продавать. Эта мониторинговая группа действительно сыграла свою роль и оказала очень большую помощь. Сейчас, на сегодняшний день, в аптеках есть препараты, можно их купить. Я сама покупала, просто зашла и купила препараты необходимые, АЦ, препарат, поднижающий температуру. А в стационарах, как вы знаете, когда был большой наплыв, действительно был дефицит лекарственных препаратов, и мы перешли, так называть, наручное управление лекарственными средствами. Вы знаете, что в больнице напрямую это единый дистрибьютор ИСК-формации поставляет препараты по заявкам больниц. И сделана была дополнительная заявка, и на сегодняшний день ИСК-формация уже 129% отправила препаратов и до сих пор направляет те препараты, которые экстренно необходимы для лечения пациентов. Вот есть такая информация, что некоторые препараты, они будут бесплатно выдаваться пациентам. Бесплатно выдаваться пациентам они не будут, они есть сейчас, если, например, пациент находится на лечении дома, при вызове, у нас созданы мобильные группы, как я сказала, при поликлиниках, вызывают на дом врача, приезжает эта бригада, она проводит обследование, берет анализ, назначает лечение и в рамках ГОБМП гарантированного объема бесплатной медицинской помощи обеспечиваются лекарственными препаратами. И также сейчас определен список из пяти препаратов, которые также пойдут в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. А кто может рассчитывать на это? Те, кто заболел, у кого будут признаки, температура, и также мы планируем обеспечить лекарственными препаратами людей, которые находятся на диспансерном учете. Это из группы риска, сахарный диабет, артериальная гипертония, и те, кто подвержены заболеваниям. Цен на маски, на препараты медицинские мы поможем? Ну, они определены государством. Сейчас за какую хочешь цену нельзя продавать. У нас сейчас идет снижение цен. Все-таки эта ситуация стабилизирует. Да, потому что нужно сказать, что люди сами иногда ажиотаж этот искусственно создали, потому что побежали в аптеки, начали покупать препараты. Нужны они, не нужны. Все равно, лишь бы только дома что-то было. Поэтому, наверное, это тоже сыграло немаловажную роль в том, что в аптеках оказался дефицит этих препаратов. Если вернуться к бригадам скорой помощи, у нас станции скорой помощи переехали в новое здание. Можно об этом рассказать? Служба скорой помощи, она не состоит только из машин, автотранспорта и медиков. Это очень большая группа диспетчеров, которые принимают эти вызыва. И для того, чтобы качественно принять вызов, качественно его обслужить, немаловажную роль играет именно диспетчер, как он примет и условия его работы. Для того, чтобы улучшить эти условия работы, они переехали в здание МИДО-3, там расположены 103, 102, еще службы экстренной помощи, экстренного реагирования, как вот по типу 911. И там они расположились, там бригада ежедневно работает в смену 15-17 до 20 человек, которые принимают вызыва, у них созданы для них условия, они принимают вызыва, обрабатывают. Там есть у них планшеты, они могут видеть онлайн, где какая машина находится, потому что у них есть GPS-навигатор, и они могут направить машину, которая наиболее близко находится от места вызова. Это очень удобно и сокращает время вызова, естественно, сокращаются затраты на горюче-смазочные материалы, и самое главное, это вовремя пришедшая помощь. Есть такой вопрос от телезрителей, я думаю, в принципе, он интересует, постоянно его задают, где можно сдать анализы, каким образом сделать ПЦР-тест, и возможно ли это бесплатно, и каким образом он что-то проводит. ПЦР-тестирование – это процедура, которая нельзя мимо проходя лабораторию и сделать себе ПЦР-диагностику, да и ПЦР-исследование. ПЦР-исследование есть определенные, по становлениям определены категории лиц, которые должны проходить это бесплатно. Это при экстренной госпитализации, берут анализы, значит, при плановой госпитализации, беременные перед госпитализацией, также температуру пациента, при вызове мобильной бригады у них берется этот анализ, контактные лица, которые находились в прямом контакте с пациентом, у которого выявлен COVID-19, они подлежат бесплатному. Остальные пациенты должны проходить это в платной. У нас в Талдыкругаме есть сейчас Олимп, который может это сделать, Национальный центр экспертизы на их базе у нас есть вирусологическая лаборатория. И сейчас, чтобы увеличить количество ПЦР-исследований, мы сейчас планируем открыть дополнительно еще лаборатории на базе существующих лабораторий, ветеринарных лабораторий. У них есть хорошее оборудование, которое позволяет увеличить и снять этот ажиотаж и ускорить время получения анализа. Мы сейчас перешли, многие перешли на дистанционную работу. И осуществляются ли онлайн-консультации с медиками? Любой человек может позвонить, проконсультироваться. Каким образом такая работа ведется? Каждый человек прикреплен к какому-то участку. И у него есть участковый врач, связь с которым обязательно нужно наладить. Телефонная связь есть. И нежелательно ходить в поликлинику просто для того, чтобы получить справку или продлить больничный лист. Такие вещи можно сделать через телефонную связь, через онлайн-консультацию. Сейчас мы в соцсетях размещаем телефоны врачей, телефоны регистратур, чтобы можно было позвонить, не приходя в поликлинику, решить определенные какие-то вопросы. Не приходя в поликлинику, такие как выдача справки, продление больничного листа. Или просто многие приходят спросить, а как это сделать? Что можно получить? Это можно сделать и по телефону, не приходя в поликлинику. И в завершении наша программа уже подходит к концу. Хотела бы спросить вас, возможно, что-то сказать нашим телезрителям, напомнить о каких-то правилах, как себя вести, если вдруг какие-то симптомы появились. Вот прям камера. Действительно, я хотела бы обратиться. Все понимают серьезность этого заболевания, потому что есть, к сожалению, потери среди наших родственников, среди наших друзей. Поэтому ношение маски, отказ от посещения массовых мероприятий, элементарно придя домой помыть руки, это и есть профилактика заболевания. Это не простые слова, это действительно то, что может помочь. И необходимо соблюдать все эти меры. И при первых же признаках не геройствовать, не ходить на улицу и на работу с температурой, с кашлем. Нужно просто вызвать врача на дом, проконсультироваться и начать вовремя лечение. Самое главное – это вовремя лечение. Не заниматься самолечением. Вовремя вызвать врача, который определит, вы подлежите стационарному лечению или можно оставить вас на дому. Надо беречь себя, любить себя и любить своих близких, для того, чтобы не заболеть. Большое спасибо за беседу. Думаю, она получилась интересной. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель отдела оказания первичной медико-санитарной помощи и общественного здоровья Управления здравоохранения Алматинской области Женусова Гульнара Рахимбековна. Спасибо еще раз за беседу. До свидания, уважаемые телезрители. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова